здарова братану его на канале один в плей меня зовут евгений это пацанское лето и сегодня мы идем найти славе и поговорить с ней извинечил но еще не до таких ебанутых идей смысле в прямом у меня есть проблема поважнее ты совсем с ума сошел к тебя вообще не будет никаких проблем если ты меня не послушаешь короче не знаю сколько раз тебе повторять чтоб ты понял я никого убивать не буду предатель ты еще пожалеешь возможно но мне надо поварить со славей ее убьют если ты не послушаешься меня ой все и хуйню не неси пошел я к славе иди куда хочешь потом не говори мне что я был прав базару нет бывай прощай ты на совсем шоке да ну ладно пиздуй голос утих ладно время найти славе семян начал с домика славе он остановился у двери домика славе так чтобы есть сказать славе а нам надо поговорить или нет славе нам предстоит серьезный разговор не 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 придумал славяна мне срочно нужно с тобой поговорить бля ненавижу эту фразу помню как кто-то сказал мне как как-то сказал мне ее пацан после дискача мол пойдем поговорим и отмудохал со своими со своими братками потом я ему все равно в три раза жестче отомстил но все равно ненавижу так бля отвлекся ладно насрать на ходу придумаю семён поднес кулак к двери и постучался и ничего бля этот воловался зря шо ли семён постучался еще раз славяда уже открыла дверь ну да ладно семён обошел много локаций площадь клубы медпункт пляж и даже автобусную остановку и ей но ее там не оказалось да бля где она семён уже 30 минут бродил по лагерю в поисках славе но вдруг его кто-то окликнул эй обернувшись семён увидел пионера ну шо тебе опять надо я в натуре не до тебя я обрадовать тебя пришел это не произойдет окей я искренне рад это все да удачи он развернулся в лагерь пионер даже слова не при не проронил семён пошел в лес от отчаяния он хотел просто уйти куда-нибудь на время проходя мимо деревьев он услышал всхлип резкий тихий женский всхлип это откуда оттуда семён посмотрел на одно из деревьев и подошел к нему обойдя его он увидел славиум плачущий ёпта вот эта находка ты чё тут сидишь славя сидела за деревом прислонившись спиной к стволу ничего славя устала поправляя юбку а ты чего тут она попыталась вытереть и из искрыть слезы но у нее это не выходило я тебе искал ты чё плачешь ничего все нормально она издевается все хорошо так ща говоришь причину или я но не знаю семён пустил руку в карман и достал скальпель вены вскрою лови крючок ты не посмеешь так надо факты семён сделал небольшую царапину на предплечье на скальпель оказался острее чем семён думал и он сделал полноценный порез этим порезом он бы не вскрыл вены но напугал бы славю точно ебать вот такого я не ожидал семён сделал вид что он терпит боль слави это за дело дурак ты чего наделал славя достала платок она подошла близко к семёну и накрыла его рану в этот момент он правой рукой в которой был скальпель подхватил ее за талию и подвинул к себе ай ты чего делаешь семён крепко вцепился в ее талию не выпущу пока не скажешь почему ты плакала я я не славя заплакала вновь я люблю тебя то я тебя отчет этого плакала нет я плакала от того что мы не можем быть вместе с тобой чуть-чуть не можем мы слишком разные ты идеально подходишь алисе и вы любите друг друга а мы в данный момент не любим друг друг друга славя заплакала еще сильнее ну тише не плачь ну так ответь славя начала сквозь слезы любим но но ты не должен быть со мной чего-то я я не знаю у меня просто такое ощущение тупое ощущение я люблю тебя это любишь меня это ли не главное славя опять не удержала слез но не плачь пожалуйста перестань я сказал семён перешел на крик славя удивилась надо сработало ты не плачешь без причины ты меня любишь да да и я тебя никакая алиса нет не в состоянии помешать нашей любви понимаешь да ты прав у нас взаимная любовь и все равно на противоречие мы можем быть вместе наконец-то блять дошло семён потянул свое лицо к лицу славе и семён поцеловал ее в засос поцелуй длился примерно две минуты больше обычного дососавший семена клепот славе автор уже сам в быдлона превращаются до этого типа все мог было да пойдем я тебя провожу пойдем семен взял славя за руку и они пошли в лагерь они пришли к домикам ну вот мы пришли наступило неловкое молчание славе сделала шаг в сторону семена и одарила его страстным поцелуем в жопу я люблю я люблю тебя их а прошептал семён и я тебя также тихо прошептала славя любит лопника они еще раз поцеловались и отпрянули друг от друга ну ладно мне пора давай и спокойной ночи и тебе блеск семён поплелся в сторону своего домика он быстро пришел туда свет не горел семён зашел в домик он посмотрел на кровать вожатый она спит нормас не спалился семен разделся и плюхнулся на кровать мыцель о том что он помирился со славей вызывало примерно такое содержание заебись и тот он понял что под грудью что-то мешается он достал предмет неудобства и подумал водка блять семён убрал ее под подушку и погрузился в сон день шестой славя спермен ты опять просрал шанс мудела блять и семён с трудом продрал глаза чё вставай потрох сучий он окончательно проснулся ольга дмитриевна с вами все в порядке нет блять у меня уже мужика нормального 120 лет не было а тут ты дрыхнешь когда я в постели лежу в одних трусах чё она вообще ебанулась шо ля уродец ты малолетний хоть ты тратни меня я тебя вообще ничего не понимал ну же возьми меня прямо тут не иди же не идти же мне к этим гомосекам истину базарит стоп вы уверены какой ты наивный на месте может и резко появился пионер тебе то хули надо пошутить я над тобой решил дурачок ладно закрывай глазки и засыпай чё семён резко поднялся с кровати он взглянул на кровать напротив там тихо сопела вожатая пионер мать твою сучоныш такой жопу надеру ведь я знаю ты меня слышишь подлюка хорошее начало дня не правда ли охуенная ну вот и живи дальше пионеру молк мандюк семён молча лег в кровать он проснулся на этот раз без происшествий перед ним стояла ольга дмитриевна доброе утро к нам гости какие еще нахуй гости семён еле еле встал с кровати и обратно лег в нее шо за гости красивая доброе утро семён ага добрейший вечерочек доброе ну ладно скоро завтрак оставлю вас наедине только ничем противозаконным тут не занимайтесь не будем а то я вас молодых знаю не знаешь как спалось лучше всего семён нащупал спиной водку ёп твою мать забыл убрать он незаметно спиной подвигал водку подальше от себя что ты так ёрзаешь да шут спина болит спина могу массаж сделать о как спасибо не надо он улыбнулся да ладно мне не трудно повернись перевернись на живот да не надо славь да мне не трудно ну ладно семён начал переворачиваться и славя заметила бутылку водки что это семён покраснел да так ничего и виноватый улыбнулся семён да я просто воду туда налил какую ещё воду обычную мне пизда это же водка да там вода какая ещё вода бутылка запечатана это видно ну теперь мне точно пизда ладно это водка ты права что она у тебя делает лежит я вижу что не верит славя разозлилась что она у тебя делает я хотел её выпить где как ты её достал у пет у семён запнулся у пацанов в клубе зачем ты хотел её выпить сука голос помоги в ответ молчание скотина так надо придумать норм отмазу о точно ну так зачем из-за вчерашнего в смысле я узнал что в клубе есть бутылка водки сначала нормально но как с тобой поссорились хотелось выпить очень прокатит так ты это из-за меня выпить хотел семён мастерски изобразил виноватый вид молча опустил голову немножко покраснел и произнёс так дурачок ты мой ну нужна тебе эта водка уже нет он улыбнулся вот и славно славя взяла бутылку водки в руки эээ куда ты её возьмёшь не знаю отдам этим ребятам если она у них была значит нужна зачем то а мне чё не нужна сука блять семён недовольным взглядом провёл посмотрел на славю а как ты её в клуб принесёшь шо ребята скажут и шо они подумают дождусь пока в клубах никого не будет и положи её обратно хитро ну я пойду тогда иди славя легонько поцеловала семёнов губы увидимся на завтраке окей славя ушла так шо поделать буду спать разделать нечего семён укрылся одеялом и закрыл глаза блять летом и так ебаная жрища а он под одеялом спит серьёзно наконец-то нормально посплю да сука в его ушах резко зазвенел горн поспать нормально не дадут семён зевнул он молча оделся и взял умывальные принадлежности. Выйдя на улицу, он закурил. В пачке осталось шесть сигарет. Ах, как же классно! Докурив сигареты, он пошёл к умывальникам. Так, сегодня вроде ничего необычного не произошло с утра. А то каждый день какая-то блевотина со мной происходит. Надеюсь, что этот день проживу как нормальный пионер. Хе-хе, пионер. Но водку только жалко. Он сделал грустное лицо. Семён подошёл к одному из умывальников. Он включил воду и умылся. И выключил воду. Так, пока вроде всё хорошо, пора сжирать. Он подошёл к столовой. Около столовой столпилось очень много народу. Семён постарался пробиться в центр толпы. В центре толпы стояли. Ольга Дмитриевна, Ольяна и Славя. Семён пробился к центру толпы. Славя уже тут шо-ля? Да как она так быстро спаунится? В честь спасения Шурика объявляем сегодня праздничный день. Толпа ликовала. Какой день? А где наш герой? Ольга Дмитриевна стала оглядывать толпу. В ней она заметила Семёна. Вот же он! Вожатая, схватив Семёна за руку, вывела его прямо к центру толпы. Сегодня он освобождается от всех пионерских обязанностей и вправе провести день так, как посчитает нужным. Семён! Славя начала кричать. Семён! Толпа потихоньку оживилась. Семён! 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 Пионеры кричали так ещё примерно минуту. Прикольно. После кричалок и аплодисментов в сторону Семёна, вожатая начала. Всем спасибо, а теперь идите завтракать. Пионеры потихоньку пошли в столовую. Семён остался у столовой. Ты видел? Молчание. Ты чё-то воткнулся! Хорош тебе обижаться, как баба! Я не баба! Голос подал голос. Хочет, откликнулся. Дуться теперь на меня будешь? Нет, я просто не понимаю. Чё не понимаешь? Во-первых, Мику со своей командой не стали никого убивать. Я вот не знаю, почему. Во-вторых, они организовали для тебя какой-то праздник. Зачем? Разве ты этого заслужил? Ну я типа говосека спас. Очень несправедливо, как по мне. Завидуй молча. Молча я и завидовал. К чему всё это? Неужели пионер ошибался? Полагаю, шо так. Зачем он тогда показал мне то, что должно было произойти? Они и вправду убили меня. Кто они? Мику с Леной и Виолой. Я чётко помню, что события были такими же, как у тебя. Я побежал в старый корпус по настоянию пионера и чуть не умер там. В итоге Лена полоснула меня ножом по горлу, и я очнулся опять в твоей голове. Ничего не понимаю. Тебя вполне удачный день, тебя полюбили пионеры, и ты для них герой. А я сражался на их стороне и умер. Так, завязывай. Он просто показал тебе страшный фильм, понял? Чересчёр правдоподобный фильмец получился. Короче, ты за мной. В смысле? Ты будешь со мной говорить, помогать мне во всём и тому подобное? Или будешь как нытик обижаться? Не буду я на тебя обижаться. Нету причины. Ибо всё идёт гладко и без происшествий. Ну тогда всё, я пошёл хавать. Семён подошёл к пункту раздачи и взял свой завтрак. Он подошёл к своему крайнему столику, за ним уже сидела Славя. А шо там будет происходить, узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok